Сегодня видео, как покрасить зеркала и евро-ручки в цвет машины с баллончика своими руками. Начнем с ручек. Сначала их нужно распаковать. Далее все ручки нужно полностью разобрать. Делается это очень просто. Нужно вытянуть всего лишь один шплинт и все готово. Ручка разобрана, идем дальше. Ну и естественно, так разобрали все ручки. Далее нам нужна 800-я наждачка. Ну и обязательно нужна вода. Берем наждачку, смачиваем в воде и начинаем набивать риску на всех деталях ручек. Делается это исключительно для того, чтобы грунтовка и краска хорошо держалась. Набить риску нужно абсолютно во всех местах, ничего не пропуская. И повторюсь еще раз, делать это нужно обязательно с водой. Ручки все зачистили, посмотрите, какая стала вода. А вот теперь будем делать то же самое с зеркалами. Тут нужно красить только вот эту пластиковую накладку. Ну и конечно, для удобства ее нужно снять. Делаем все то же самое. Берем 800-ю наждачку и также набиваем риску. Первый этап работы закончен. Далее идем в гараж и выкладываем все на стол. Начнем с зеркал. Первым делом их нужно обезжирить и насухо вытереть. После этого берем грунтовку по пластику и трясем. Все готово, начинаем грунтовать. Главное не переборщите, чтобы не было подтеков. Теперь на стол выкладываем евро ручки. Также нужно обезжирить и насухо вытереть абсолютно каждую деталь. Когда поверхность готова, начинаем грунтовать. Прогрунтовываем каждую часть, не пропуская. После того, как грунтовка высохла, берем баллончик в цвет и начинаем наносить первый слой. Первый слой не нужно делать особо жирным. Сначала крашу пластиковые накладки на зеркала. В это время ручки уже подсохли, а это значит пришло время красить и их. Еще раз повторюсь, первый слой не нужно наносить слишком жирно. Прокрашиваем каждый миллиметр. Именно для этого евро ручки мы и разбирали. После того, как высох первый слой краски, наносим второй. Тут уже можно наносить потолще. Посмотрите со всех сторон, чтобы все было прокрашено. Также и наносим второй окончательный слой краски на ручки. После того, как краска высохла, берем бесцветный глянцевый лак и хорошо трясем. Ну и наносим в первую очередь на зеркала. Но опять же наносим аккуратно, чтобы не было подтеков. После этого покрываем бесцветным глянцевым лаком все детали ручек. Делаем это примерно так. Прошло 12 часов и вот наконец-то все это высохло. Ну и давайте заценим, какой же результат получился. Как вы можете наблюдать, получилось все как с завода. Все старания однозначно были не зря. Все прокрашено, все блестит, все шикарно. Ну а с вас лайк, если было полезно.